Коммерческие организации, школьные и дошкольные учреждения, добровольческие организации и просто неравнодушные жители города привозят вещи для граждан Донецкой и Луганской народных республик. Мы видим, что поток людей не останавливается. Неравнодушные брянцы несут вещи первой необходимости, средства гигиены, детские вещи, которые тоже очень важны. И волонтеры тут же это рассортировывают по коробкам, которые потом будут отправляться беженцам. Брянск своих не бросает. Здесь собраны десятки коробок с одеждой, продуктами питания, игрушками и даже сладостями. Многие женщины с маленькими детьми, кроме как документов, ничего и не успели с собой взять. Поэтому пункты сбора нуждаются именно в детских вещах. Гуманитарную помощь привозят по несколько машин за раз. Хорошо, что нам помогают волонтеры, и мы успеваем все это разбирать, потому что есть вещи, которые уже отсортированы, есть те, кто люди просто собрали, принесли. И нам здесь необходимо их будет рассортировать по женским, детским вещам, личной гигиены и так далее. Очень активно несут, за что большое спасибо нашему населению. Видно, что все неравнодушны, и эта проблема никого не обходит стороной. Беженцев поддерживают не только необходимыми вещами. В дошкольных учреждениях ребята писали письма поддержки своим ровесникам. Просто устами ребенка, когда она узнала, что в Донбассе и в Луганске начинается война, и ребенок написал, что мы настолько за вас переживаем и готовы вам всячески помогать. Не только обязательно гуманитарной помощью вещами, продуктами. Но главное слово, у нас откликнулись все, включая малыши, и уже, к сожалению, и малые дети знают, что такое война. Напомним, пункты сбора гуманитарной помощи в Брянске открыты по двум адресам. Улица Фокина, 31, Дом волонтера, и Трудовая, 1, Центр по развитию добровольческого движения. Ежедневно с 9 утра до 8 вечера.